Сегодня Первомайский районный суд поставил точку в громком уголовном деле. Четыре года колонии, штраф 4 миллиона рублей за взятку. Такой приговор был вынесен бывшему заместителю прокурора Кировской области Владимиру Быкову. Из зала суда репортаж Валентины Палкиной. По версии следствия, Владимир Быков 19 апреля этого года получил взятку от своего знакомого. Взамен зампрокурора брался посодействовать прекращению уголовного преследования в отношении гражданина, который подозревался в тяжком преступлении. Быков был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности Кировской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые в свою очередь были санкционированы заместителем генерального прокурора Российской Федерации. 23 апреля текущего года Быков был уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и за совершение действий, порочащих честь и достоинство работника прокуратуры. На допросах бывший заместитель прокурора области свою вину отрицал и утверждал, что никому ничего не обещал, уголовным делом не интересовался и никаких указаний о прекращении дела своим подчиненным не давал. И никакого соглашения о денежном вознаграждении не было. Приезда в Бесов в офис, он сел за приставку стола, а Бесов, не объясняя, положил перед ним свернули по плану денежных средств, оккупированных по 5 тысяч рублей, перетянутая банка с корзин. Так как был тяжелый рабочий день, он машинально взял деньги и положил их в карманку. Посчитал, что Бесов возвратил ему долг суммы 50 тысяч рублей, который последний занимал летом в 2012 году. В ходе процесса Владимир Быков виновным себя так и не признал. Заявил об этом и в последнем слове накануне приговора. Более 30 лет я посвятил защите государственных интересов, прав человека и гражданина. Однако свое право на объективное и справедливое расследование защитить не смог. То, что я оказался на скамье под судьбой, конечно, есть и моя вина. И я не собираюсь ее прикладывать на других. Но я не совершал того преступления, которое мне инкоминироваться. Прошу вас объективно оценить представленные доказательства, учесть конкретные обстоятельства дела, быть гуманным и вынести справедливое решение. Несмотря на то, что Быков не признал свою вину, в основу приговора суд взял показания свидетелей. И собранные следственными органами доказательства признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Четыре года колонии общего режима и штраф 4 миллиона рублей. До вступления приговора в силу Владимир Быков останется под стражей. Однако у следственных органов другая точка зрения. С нашей позиции приговор законный и обоснованный, справедливый.